Не знаю, как вы, друзья, а я стараюсь хранить всё, что было связано с моими увлечениями на протяжении всей моей жизни. Вот у меня даже есть где-то рисунок мой, типа там год с копейками, мне, кляка-маляка и чертой, перечеркнуто, типа бибика, колёса и корпус. Чем мы только не занимались, делали газеты про всякие НЛО, типа вырывали листок из тетрадки и там что-то рисовали, типа там замечено НЛО и обменивались такими тетрадками. Делали в тетрадках игры, ну тетрадки это были вообще материалы расходные для всего творчества вообще в то время. И какие-то настольные свои игры делали, там марки я собирал, помню, и у меня целая коллекция бомби-бом есть, да, полностью собранная. Вот, правда, альбом со значками я сменял на вкладыши, просрал, но не мой альбом был, не лежал мне к сердцу, если честно. И вот в очередной раз, копаясь в шкафу с всякими такими ништяками, я наткнулся на коробку, которая навела меня на мысль о том, что вот тем хобби, которым я сейчас занимаюсь, я им уже занимался только давным-давно. К сожалению, точно датировать не могу происхождение коробки, но судя по содержанию, я уже понимал, что вообще как можно руками делать. И в то же время это было уже после 91-го года, потому что там есть культурные отсылки к американским фильмам. Соответственно, до 91-го года я их посмотреть физически не мог, только потом у нас появились видоки, и я там уже глянул. Что к чему? То есть это где-то там, возможно, середина 90-х, как-то так. Ну, без особых преамбул, вот эта коробочка, причем коробочка это от каких-то турецких, что ли, шоколадок. Они были, я помню, ужасно невкусные, супер дешевые, но тем не менее, это был просто райский вкус, потому что у нас такого не было в СССР, это просто какая-то была гениальная коробка, смотрите, там Дональд Дак, и вообще герои Диснея, ну, естественно, все это супер пиратское, потому что тут даже логотипа Диснея нет. И это какая-то арабская вязь. Может, здесь я год найду. 92-й декабрь! Вот коробка 92-го. Но она лежала какое-то время, правильно, у меня просто так, и потом она была отдана вот то, чтобы хранить вот это. Сейчас давайте небольшой анбоксинг. Итак, как вы думаете, что это такое? А я вам скажу, это машинки, сделанные из спичечных коробков и спичек, для настольной игры про гонки на автомобилях, которые могут стрелять. Как видите, тут у меня машина, 1, 2, 3, 6, 9, 11 автомобилей я надел. наклепал, уже большая часть как-то сломана, что-то отвалилось. Но вот это, собственно, что можно было сделать из подручных средств. Соответственно, понятно, что это всё под впечатлением от Девтрека. Кто играл в детстве в эту игру, тот сразу понимает, о чём речь. До сих пор эта игра про гонки с убийствами не превзойдена никем. Ну, Кармагедон, я думаю, в другом направлении, но тоже крутая штука. Но, тем не менее, не Девтрек. И давайте вот возьмём самую первую. Вот я помню, что это была самая первая моя машиночка. Уже, видите, оторвался. Ну, как понятно, там коробок он не такой крутой. И вот даже, смотрите, водитель там есть. То есть вначале я сделал всё максимально круто. Единственное, у меня осталось только стекла, которое я делал из пластика. У меня был пластик, кусок. Вот это, по-моему, вторая машинка. Зебра она называлась. Вот. В ней сделано даже стеклом. Как видите, на водителе я уже решил не размениваться, потому что его практически не видно, собственно. Внутри. Вот так вот собирал стекло. Сгибал из пластика этого. Непонятно, откуда я его взял. Вот. Но остальное понятно, что это обычный, давайте, коробок. Вот, кстати, я почему-то не стал. Сейчас я бы, наверное, проклеил сверху, чтобы вот это тёмное пятно, да, как-то скрыть. Потому что разница здесь темно, здесь светло. Но, как видите, к чему я вообще, да? Это чистый Warhammer. Моделька, которую я собрал сам, вот, выпилил там спичные, значит, спички у меня, это зубья передние. Спойлер сделал тоже из какой-то плотной бумаги. И спичек вот поставил пулемёт наверх. Водителя прилепил. Из пластика сделал кабинку. Всё это покрасил. И играл. Вторая машинка. Зебра. Здесь уже отломал один пулемёт. Причём и даже один зуб. Я помню, что на три класса делились эти автомобили. Лёгкие, средние и тяжёлые вооружённые. Соответственно, правила разнились. Правда, правил не осталось никаких. Ну, я не писал их никогда. Они были у меня в голове. Я помню, что они двигались по-разному. Вот, возьмём терминатора. Я помню, что эту машинку назвали терминатором. И у меня закончился уже пластик. Так что я не использовал. Но, видите, здесь пушки по бокам, сверху три. Вот. И различалось два вида движения. И между этими двумя видами движения делились машины по скорости. Самый распространённый вид был... Вот, я щелбанами двигал. То есть, мне тогда не приходило в голову никакие измерения, никакие линейки, ничего. Я просто по полу катал вот так вот автомобильчики и всё. Второй, более медленный тип был это вот так вот поджопниками передвигать. И, соответственно, тяжёлые машины только поджопниками передвигались. Средние машины, как вот эта, они передвигались щелбанами. Ну, щелбаном, естественно, гораздо лучше едешь. И самые быстрые машины. Вот, наверное... Не знаю, какая тут самая быстрая машина. Если честно, наверное, вот эта. Это горец. Слушайте, я вспомнил только что это горец. Потому что он такой зелёненький. Как-то у меня ассоциации всплыли в голове. Одна пушка была, то есть, скорее всего, машина супербыстрая. Она передвигалась и щелбаном, и ещё можно было сделать поджопник. Они ехали быстрее всего. Но при этом, вот убейте меня, я не помню, как они перестреливаются. Вот, наверное, кстати, наилучшим образом сохранившаяся моделька. То есть, и вот фарихенд, смотрите, какой я сделал. Чумачечный, просто офигеть, короче. Стрела сзади какая-то. Тоже есть кабина. Водителя, правда, нет туда я уже не сделал. Даже, видите, кабина вся не до конца прокрашена. А-а-а, space. Ай-яй-яй. И вот только чуть-чуть отвалился внутрь. Вошёл зуб один. Но, тем не менее, всё сохранилось. Пушки все на месте, всё очень круто. Да, клей какой я не помню. Вот это фараон. Я вспомнил. Это фараон. Вот видите, какая разница. Здесь зелёный, здесь жёлтый. Нужно было тоже что-нибудь сверху клеить и уже поверх красить. Но это я сейчас понимаю. Тогда я был маленький, глупый. Я считал, что вот это уже вполне круто сделать. Это даже не знаю что. Пушка уже отломалась, к сожалению. Вот тоже тяжёлый транспорт какой-то. Четыре сверху ствола. И такая маленькая бойница буквально. ММ, не помню, что это означает. А, Metal Mutant. Я помню, игра была такая. Metal Mutant. ММ. Пацаны, вы не представляете, как круто. Ну и вот почему я думаю о том, что я уже к тому времени видео смотрел. Batman. Как видите, Batmobile просто-таки. Тоже здесь ещё пластик у меня был. Блин, короче, да. Всё это было так. Очень кустарненько. Круто, кстати. Так, и что у нас осталось? У нас осталось ещё две машинки. Одна из них явно недоделанная. Вот эта. О, смотрите, я наконец-то. Мысль-то всё-таки пришла ко мне через некоторое время. Кривовато как-то. Но я, скорее всего, пытался какие-то пластины брони изобразить, нежели что-то. Ну, тут всё уже. Что-то с красками у меня не пошло, видимо, с этими. Был бумага была какая-то плохая. Гуашью я, естественно, всё разукрашивал. Как видите, акварелью. Гуашью, акварелью здесь. Вот. Это всё. На этом я эту игру бросил. И вот это был... Я не знаю, кто это был. Сложно сказать. Какой-нибудь вампир, наверное, судя по крыльям. Вот. Как они перестреливались? Я знаю, что они как-то били себя вот этими шипами. Там, типа, ты гоняешь, бам. И взрываешь. Соответственно, различная броня была. Там сколько-то хулпоинтов у лёгких машин, у средних и тяжёлых. Но вот как они стреляли, чёрт его знает, кубов я точно помню не применял. Но как-то, наверное, всё-таки это было. Я долго пытался вспомнить. Ничего не приходит на ум. Ну, и, соответственно, как это выглядело. Полы у нас в квартире были арголитовые. Это такой плоский пол абсолютно покрашенный. Чем-то там какой-то краской коричневой. Он был такой достаточно скользкий. Везде, конечно, лежали более-менее ковры. Но по бокам, по углам был арголит. И можно было ковёр всегда свернуть. Собственно, по квартире, используя всякие там конструкторы, книжки, и ещё какие-то подручные предметы. Я обозначал трассу и вот катался. Значит, ход проходил. Понятно, как я с первой машины начинал или с последней, точно не помню. И вот, значит, за каждую делал ход. Следующий ход опять. Там последние все машины. И вот кто, собственно, придёт первый. Не сохранилось, правда, никакой статистики. Такие, как, например, про файтинги. Там про Mortal Kombat, Kill Instinct. У меня тетрадки лежат. До сих пор можно посмотреть, как я там чемпионом всех отодрал. Крутой был. И ещё надо сказать, что это... Не знаю. Ну, дифтреком я, наверное, называл. Других идей у меня не было. Я играл один. Несмотря на то, что я всё время был заводил его дворе. Постоянно что-то придумал. Все ко мне домой приходили. Мы какие-то там свои государства, своими деньгами, которые я уже упоминал. Было там, фильмы делали в тех же коробках. И так далее. Здесь я почему-то играл один. Никого не пытался подсадить на эти карабасики. Возможно, думал, что это как-то сложно, муторно. Но мне, я помню, некоторое время нравилось. На какое-то время меня это увлекло. Но я переделал, в принципе, все идеи. Машинки там, как видите, вариантов особо не было. Возможно, вот сейчас, если бы я за это сел серьёзно, да, я бы там лепил такие машинульки-то. Но, тем не менее, есть уже Ваха. И вот в то время, по факту, я играл свою Ваху. То есть, те же модели, та же хоббийность, какие-то тоже правила. Жаль, меня тогда не было. То есть, почему эти шелбаны там, да? Потому что у нас не было школы настольных игр в России. Мы не знали, как-то, к чему подойти. То есть, мне в голову не могло прийти, что можно взять линейку, приложить и по ней мерить, сколько машинка проедет. И там разные скорости у разных машин. И что кубик можно кубиком рандомить цифры, там какие-то параметры. Потому что просто не было. Единственная книжка про солдатиков, которая у нас была на тот момент, там солдатики стреляли друг в друга из трубочек, сделанных из ручек. То есть, скатывая шарик. Серьёзно, вот так в книге было написано. Никаких в СБС. То есть, что умел, что понимал, то и сделал. Но, тем не менее, опять же, это была моя ваха. Собственно, я сейчас играю в свою ваху. Мне не хватает того, что сделали ГВ. Мне хочется чего-то своего. И если вы следите за моим творчеством, то видите, да, я постоянно что-то придумаю. И я всю жизнь этим занимался. Вот так вот, друзья. Такие были игрушки. И сейчас, кстати, я в Девтрек пытаюсь как-то воскресить в виде гонок на мотиках. Сейчас раздумываю о том, чтобы там спидеры добавить и ринки. Медленно идёт написание правил. И там нельзя так просто, как с собой. Да, ну, это шелбана мы будем. Вот тут как-то они стреляются. Как уже не помню, неважно. Всё-таки, когда ты играешь с другими людьми, там нужно прям чётко правила прописать. Потом куча вариантов существует. Там закачки, всё это осложняется. Здесь было всё очень просто. И, наверное, самое главное в этом было именно создание этих машинок. Самый приятный момент. А ездить было достаточно скучно. Вот. Так что, если вам понравилось то, о чём я рассказал, если я вызвал какие-то эмоции у вас, вы о чём-то вспомнили о своём из детства, и хотите увидеть ещё что-нибудь из того, что я раньше делал, пишите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok